В компетенции наших следователей сегодня находятся дела самой разной направленности. При создании 10 лет назад Следственный комитет занимался по большей части расследованием убийства и изнасилований. А со временем добавились расследования преступлений в налоговой сфере, врачебные ошибки, невыплата заработной платы. Большое значение сотрудники Следственного комитета придают работе по делам, где потерпевшими оказались дети, старики и инвалиды. Правда, в нашем районе в этом плане все спокойно. К нашему счастью, все-таки преступления, которые на нашей территории относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести, это в основном преступления против конституционных прав и свободы граждан. Они хоть и не вызывают такой общественный резонанс, но, однако, все равно закон их охраняет и отнесен к компетенции органов Следственного комитета. Это и оскорбление представителей власти, и законное проникновение в жилище, применение насилия в отношении представителей органов власти. Но все чаще встречаются случаи и коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, ну а также, соответственно, изнасильные убийства, но их на территории обслуживания Жижевского межрежаевного следственного отдела, к счастью, мало. К примеру, в текущем году в Жердевском районе совершено одно изнасилование в селе Шпикулова и одно убийство в селе Тугалуково. Всего же сейчас в Следственном комитете ведется 9 уголовных дел. Это сравнительно небольшая нагрузка, если посмотреть на то, как обстоят дела в других районах нашей области. В связи с этим одного следователя из нашего района временно перевели в Тамбов для помощи областным коллегам, где значительно больше преступлений. Жердевский район, по словам Алексея Ильина, один из самых спокойных. В настоящее время Следственный комитет России не входит в структуру какого-либо органа государственной власти и ни в какую из ветвей государственной власти. Следственный комитет подчиняется напрямую президенту России. Следователи Следственного комитета за 10 лет в полной мере проявили себя процессуально независимыми, объективными, способными выполнять задачи любой сложности. И Жердевский межрайонный следственный отдел наряду с другими правоохранительными органами является эффективным инструментом в борьбе с преступностью. А сегодня, в день десятилетия образования Следственного комитета при прокуратуре России, мы поздравляем всех, кто имеет отношение к этой профессии и желаем дальнейших успехов в труде.